Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана и сегодня я расскажу о нескольких наших поздних технических винных сортах винограда. Здесь у нас итальянцы, Марселан, Рибо, Кадарка и Легенда. Я знаю, что они достаточно поздние, мы их высаживали в южном пристенке. Кустам четвертый год и покажу вам сегодня, как они себя у нас рекомендовали. Я уже их кратенько показывала, но сегодня будет полное описание, полная характеристика этих сортов. Мускат Манзони обладает хорошей силой оста. Должен был плодоносить в прошлом году, но в прошлом году он подмерз, а на запасных почках он не плодоносит. Видите, еще куст не до конца сформирован, поэтому кое-что даже валяется на земле. Две грозди на побег он дает, грозди плотные. Размер грозди тоже такой, я бы сказала, внушительный. Единственное, что плотная грозь, как бы это не всегда хорошо, потому что может загниваться. Но сейчас вот после дождей, да, дожди прошли, в принципе, тут гнили не видно. 29 сентября, косточка практически зрелая, там самый носик, ну, можно не придираться. Сейчас проверим еще какую-нибудь ягодку. Да, вот чуть-чуть самые носики, недозревшие. Сахар у нас 21 на сегодня. Ну, это после дождей. Приятный мускатный вкус. В прошлый раз, когда я пробовала, мне казалось, он с леденцовой слегка ноткой. Сейчас, по моим ощущениям, уже пошла нотка какая-то цитрусовая. И в кожице, ну, так нормально ощутимы танины. То есть плотное, насыщенное вино, с него вполне можно делать. Большая сила роста. Глаза вызревшая уже на всю длину. По верхушкам было мельдио. Ну, смотрите, то есть сорт не ранний, мы его изначально, ну, как бы это понимаем, высаживали в южный пристенок. Ну, в южном пристенке в наших условиях он дает вполне хороший результат. Также еще раз напоминаю, что ничего не нормировали, а грозди тут, простите, такие, ну, очень серьезные. То есть можно какой-нибудь делать зеленый сбор, например, и тогда сроки созревания явно сдвинутся более коротким. Так что тут можно поуправлять. Глаза у него зреет шикарный, сила роста большая тоже замечена за пару лет. Еще добавлю, вот я говорила, что в коже цитанина, причем такие очень ощутимые, когда стала ее хорошо разжевывать, то прям выплюнула, что все, это невозможно. А теперь, ну, сколько я с вами, минуту-две поговорила, такое очень приятное послевкусие, ну, вишневое, может, черничное, что-то такое, шелковичное. То есть вкус очень приятный. Ну, как в вине, не знаю, посмотрим, будем пробовать, но в этом сезоне он со всеми мускатами пойдет на какое-то сладкое. Полусухое, полусладкое получится, не знаю. Будем пробовать, что-то делать с остаточным сахаром. Рибо. Ну, в этом году это шедевр. Посмотрите, вот это гроздь технического сорта винограда позднего срока созревания. Вот. Это гроздь, да? Две моих руки. А вот выше еще одна его гроздь. Ну, она, конечно, поскромнее. Вот, 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 вот. Да, вот такая. Вот второй побег. Вот одна гроздь. Вот вторая. Урожайность бешеная. Вообще бешеная. Вот эти гроздь, это, ну, не знаю, произведение искусства. Буду хвастаться, буду говорить долго, потому что тут есть, что показать, да. И есть чем похвалиться. Оставили такую нагрузку, потому что в этом году, ну, может, из-за заморозков весенних он потерял один рукав в ту сторону. Поэтому вторую сторону нагружали очень сильно. Тут, конечно, при стенах, ну, сила роста бешеная. Вот опять же я хочу, чтобы вы здесь посмотрели лоза. Да, толщиной с мой палец. Лоза очень толстая. Лоза очень мощная. Поэтому надо было грузить. Вот мы, в принципе, решили, что, ну, давай испытаем сорт поздний. Вот посмотрим, что он сможет вытянуть в наших условиях. Ну, он созрел. Сейчас будем это смотреть. Вызревание лозы. Сейчас поднимусь, чтобы вы видели. Вот до верха. И пасынки тоже вызрели. Здесь, смотрите, вот в эту сторону мы положили побег. Жирующий, да, тоже видим. Вот его толщина жирующего побега, потому что здесь рукав был потерян. Вверх были выпущены пасынки. И пасынки эти тоже созрели. Да, еще вот урожайчик какой-то. Ну, это первые побеги. То есть, вы видите, на первых побегах плодоношение слабенькое. То есть, его надо на длинную обрезку. По болезням нильдию может хватать. Поэтому профилактические обработки проводить обязательно. Значит, сахар на 29 сентября, 22. Вот при такой нагрузке. Косточка, да, слегка недозревшая. Вот пупсики. Сейчас мы ее положим на животик, как положено. Пупсики чуть-чуть зеленоватые. Но, смотрите, у рябов во вкусе послен. Если ягода недозревшая, так вот ягода дозрела до той стадии, когда послен ушел. Если я разжевываю кожицу, там приятный, тонинный. Вкус такой сладенький, вкусненький. Ну, наверное, близко к классическому синему винограду. Без посторонней травы, без послены. Без сравнения у нас к дурной кортис. Ну, вот там послен еще остался. Да, вот в рябов послена нету. При том, что у кортиса все-таки нагрузка, конечно, была, ну, не сравнительно, не такая. Конечно, я не могла и не снять эту красоту. Это гроздь рябов. Вот та самая красивая, которую я вам все время показывала. 860 грамм. Так, вот еще и висит вторая гроздь. Сейчас я попробую ее отсюда извлечь. Она тут несколько запутана. И тоже положим ее на весы. Итак, вот она, вторая гроздь. Пожалуй, тут кое-кому надо подвинуться. Да? Подвинуться. Итого мы имеем 1,515 кг на побег. В Минской области. Да, это Южный Пристенок, но тем не менее. Это Минская область, Дзержинский район и поздний итальянский рябов. То есть это форма для каких-то более южных регионов. Ну, вот, в принципе, Минская область Пристенок можно. Да, для более южных регионов. Как мне кажется, интересно. Значит, касательно вина, смотрите, отдельно не делали. В прошлом году он тоже созрел, тоже шел по слен. Там уже точные параметры сусла я не помню, но я их делала вместе. Рябом, Арселан, Кадарка и немножко было Пинануара. Я их делала все вместе. Ну, достаточно поздний сбор. Я уже не вспомню, когда. Ну, примерно в районе середины осени. И ставили на холодное брожение. То есть на мезгену бродила в холоде, и потом она бродила в холоде. При температуре порядка, наверное, 8 градусов. У нас в неотапливаемой верандочке. Все это бродило. Значит, получился такой, ну, это стиль кларет, наверное. Розовое по-красному, красное по-розовому. То есть вино бледного цвета, как очень темное розовое. Но очень приятное по вкусу. Прям такое вот нежное, обволакивающее, ароматное. Какая-то роза, илийские. Мне очень понравилось. И когда мы его пробовали в последний раз, то для меня это был шедевр. Вот это мой стиль вина. Такой нежный, легкий, женский. Ну, очень вкусный. Ну, в принципе, тут можно, конечно, пробовать и подольше держать на мезге при более теплой температуре. Единственное, что вот, если косточка чуть недозревшая, то с косточки можно снять. Есть такой прием. Когда у вас услое забраживает, шапка поднимается. Вы эту шапку снимаете и переливаете сусло в другую емкость. Ну, шапку, понятно, возвращаете назад. Часть косточек, да, она будет в шапке, но большинство из них останется на дне и не принесет ваше сусло грубых танинах. А так, шкурки здесь танины достаточно такие хорошие, но как-то мне приятные. Потому что есть каберной кортик, да, который вообще есть невозможно. Есть рябу, у которого в шкурке танины чувствуется. Но они такие более мягкие. Вообще, конечно, урожай в этом году, ну, прям, прям очень радует. Вот это такая красота, даже жалко резаться. Это у нас марселан. Немножко тут ягода у нас побита. От жары была здесь погоревшая на самом солнце. Ну, видите, посохла гремненожка, да. То есть вот есть нюанс, посохла гремненожка. Тут магния не хватало, но было видно, хлороз по магнию. То есть немножечко есть нюансы. Грозди достаточно неплохие. Я, да, вот это вот посохшим. Сейчас пойдем на теневую сторону шпалера, покажу. Ну, вот здесь, смотрите, да, такая очень даже хорошая гроздочка. Вот смотрите, как здесь красиво. Вот нижняя была не очень опылившись, а верхняя, ну, это для некоторых форм в этом сезоне характерно. Верхняя гроздья опылились лучше. Это вообще такая очень плотная кукурузина. Ягодка довольно мелкая. Вот тоже, да, вот есть такие более рыхлые гроздочки. Ну, вот такие даже не очень хорошо. Он-то после дождей не трещит, ягода целая. Но когда такие плотные грозди, все-таки это не очень. Потому что при плохой погоде могут загниваться. Отдает до трех гроздей на побег. А трех ли? Нет, три, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, где-то еще. То есть три гроздей на побег. Ничего не нормировали. Двадцать два брикс на двадцать девятое сентября. Косточка у нас чуть-чуть не дотянула. Был послен. Послен ушел неделю, не даже больше, наверное, и две недели назад. Послена во вкусе нету. Сейчас это, собственно говоря, сок и кожица. Кожица толстая. Кожица такая плохо жевабельная. Для технического сорта это плюс. И в кожице не столько чувствуют сатанины, сколько какая-то вот вишня такая плотная. Что-то еще, какие-то черные ягодки. Очень вкусная кожица. Если ее разжевывать. Значит, опять же, у нас это южный пристенок. Это поздноватый сорт. Поэтому специально его в пристенок и садили. Специально не нормировали посмотреть, на что он способен. В этом году он способен. В прошлом году тоже мы с него собрали. Неплохой урожай. Прекрасно зреет лоза. Практически на всю длину она вызревшая. Ну и по болезням, в принципе, на этой шпалере у нас все хватают мильзю. По верхушкам и вот по пасынкам. Таким молодым хватает мильзю. То есть обрабатывать надо, молодой прирост убирать надо. Но у нас немножко не хватало времени. Поэтому здесь вот такой вот лес. Лес, лес. Ничего страшного. Причем, посмотрите, там ничего критичного нет. И листовой массы здоровой здесь достаточно. Большие огрозди с крупными ягодами. Вот это вот. Это у нас кадарка. Значит, две грозди на побег. Грозди очень плотные. Прям очень плотные. И в идеале, конечно, в наших условиях кадарку прореживать. Потому что кожица тонкая, чтобы не было загнивания. Подвержена благородной гнили. В прошлом году у нас была благородная гниль. Вот, в принципе, вот эти вот заиземленные ягоды, это тоже может быть благородная гниль. И можно, например, в более южных регионах работать с а-ля сладкими вариантами. Почему нет? Ягода эта вполне позволяет. На 29 сентября сахар 22-24. Я брала целые ягоды, не заиземленные. Косточка, правда, вот как у всех, чуть-чуть зеленоватая. Ну, опять же, и у кадарки послен, и у кадарки послен ушел. И у кадарки послен уходит третий год. То есть в прошлом году мы получали с ней урожай. И в позапрошлом была сигналка. Несмотря на то, что позапрошлый год, 22-й, это был очень плохой сезон. Очень короткий. Тем не менее, у кадарки я ходила, смотрела, мерила. Я специально не срезала две сигнальные грозди, чтобы посмотреть, что в итоге будет. И все в итоге было хорошо, послен ушел, то есть она созрела. Ну, единственный нюанс, вот подвержена гнили. Соответственно, об этом надо заботиться, надо давать нормальное проветривание грозди. Если бы она плоховато опылялась, было бы шикарно, но она опыляется очень хорошо, слишком хорошо. Да, но надо давать проветривание грозди, чтобы не было гнили. Тогда с ней все будет в порядке. Сила роста огромная. Лоза зреет шикарно. Тоже с первого года у нас с ней никаких проблем не было. Лоза идеально вызревала. Ну и как другие европейцы, это шпалеры. Да, она у нас хватает, иметь дело, по молодому приросту. В остальном, как бы, ну, видите, на эту дату достаточно много хорошего, здорового зеленого листа. Последняя на этой шпалере у нас легенда технический сорт. Мне все время приходится это повторять. Молдавский сорт. В этом году очень порадовала. В прошлом году было плохое поление. В этом, смотрите, вот такие шикарные грозди. По 2-й на пубег. Такой средней плотности. Она и не рыхлая, и не плотная. Шли дожди. Ничего, ни одной ягодки не треснуло. Ни одной гнилинки. Вообще ничего. Нагружен кустик нормально, просто. Вот тут густо. Поэтому много чего листом скрыто. Много чего скрыто другими побегами. Но нагружен тут неплохо. Прячутся грозди за листиками. Вот. И вот, несмотря на такую густоту, еще раз повторю, ни одной гнилинки, ни одной трещинки. Вообще нигде. Сахар 21-22. Полностью коричневая косточка. На сегодня. 29 сентября. Легенда. Это молдавский сорт. И, насколько я помню, там, наверное, розовый троминер в родителях. Или гюрц. Гюрц троминер. Кто-то из них. Мне казалось, что он должен быть легкий мускатный ароматик. Не особо он чувствуется. Может, у меня уже столько за сегодня напробовала, что я этого особо не слышала. Но ягода очень приятная по вкусу такая. И сахар хороший. Легенькая-легенькая кислиночка. Прям такой вкус очень гармоничный. Ну, и вот шикарно висит. Я уже думала ее под топор пускать. Из-за прошлого года. Из-за опыления. Оказывается, она вот так вот в этом году порадовала. Лоза зреет шикарно. Сила роста большая. Нагрузку тоже тянет нормальную. Не нормировали. И вот, кстати, у легенды лист, по-моему, совсем чистый. Вот он на осень переходит. Магния тут ему не хватало. Но даже мне кажется, что на ней мильдью не было. Хотя тут все остальные на этой шпалере мильдью болели. Так что вот такая вот хорошая, красивая легенда. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Будет ссылка на каталог наших сортов винограда. И наши контакты. До новых встреч!